Друзья, приветствую вас! Меня зовут Антон, я являюсь официальным дистрибьютором в городе Самара, Самарской области, Эхолотов Практик. Сегодня мы выехали на пруд Крестьянский, который Кеннельского района. Попробуем сегодня найти рыбу, поймать карасика, карпа, может быть, если повезет, толстолобы. Сейчас в плотных слоях посмотрим его, поищем по нашему Эхолоту 7 Wi-Fi. У нас уже на планшете закачана последняя прошивка с картами, геолокациями. Мы постараемся подробно все об этом рассказать, расписать. Значит, смотрите, сейчас мы включаем Эхолот с помощью магнитиков. Это позволяет стабильно работать с Эхолоту, не отключаться. Вот, а тем самым, как бы, будет у нас более стабильное соединение, и он не будет отключаться. Сегодня мы рыбачим с Александром на озере. Сейчас подключились к маячку. Выискиваем перспективные места. Вот на подходе, кстати, что-то есть, да? Это около коряжечки. Околяк, да, стоит. Сейчас уже немножко побросали. Посмотрели, что у нас в среднем здесь 2-2,5 метра. Вровок найти мы не можем. У нас кто-то будет забрасывать. Ужасный ветер. А, так, на планшет посмотреть надо, да, точно. Ты тоже оттуда решил посмотреть. Сразу присел, да? Давай, Саша, еще раз надо забрось. Вот там, где посередине, где мы больше всего находили. Так, надо бы что-нибудь подставить бы. Ой, выключил я случайно. Прошу прощения. Сейчас просто режим заброс. Так, опять я на все кнопки нажимаю. Присостил я ведро. Что, оторвали маяк? Ладно, отлично. Маяк-то мы его хоть увидим, куда у нас улетел. Ну, ничего страшного, сейчас бегаем с маячком. Кстати, он рыбу показывает, Саш. Да? Да. Смотри, где место, сейчас туда будем бросать. А, да, он сейчас к домикам приплывет как раз. К соседям. Напомни, какая у тебя леска? 0,35. 0,35. То есть, друзья, имейте в виду, что нужно что-то потолще ставить для маяка. Чтобы так маячок не улетал. Сейчас пойдем искать его. Он, в принципе, мигает ярко, и вот я отсюда его отлично вижу. Александр возвращается из Венеции. Наш маяк уплыл в конец озера. Ему можно уже давать третий разряд по гребле. Так, Александр у нас, поймав шарик, снова начал уверенно бросать. Ну, теперь попробуем посмотреть изображение. По нашему мнению, это самая пока перспективная точка на этом водоеме. И будем высматривать, где лучше всего нам здесь ловить рыбку. Здесь глубина немножко поменьше. Там 2,6 было, а здесь 2,4. Я так понимаю, это, наверное, больше толстолобик. Ну, карас, толстолобик. Красный карас. Ага. Не, ну давай посмотрим. Подожди, мы же тут удочку хотим закормить. Не, ты потаскивай потихонечку сюда. Просто нам же еще поплавочек главное. Поплотнее закормить, да? Пару мешков есть. Надо было по-хорошему, конечно, нам взять крепление на спиннинг, чтобы телефон туда подключить. Ну, удобнее смотреть с планшета. Ну, короче. Ну, как это по центру, мне кажется, ближе даже к хозяйскому домику изображение более интересное. Чуть правее. Да, вот там больше всего у нас была рыба. Немножка замучила. Глазали. Ну, мне кажется, наверное, вот от этой точки и вправо можно, вправо лишь мелкая, зато в пол воды много. Левее периметров пробрасывали мы, но рыбы вообще не нашли. Весь берег уже мы прошли, но ничего интересного так и не смогли найти. Надо все-таки щуку поискать здесь. А то вдруг... Да, пойдем. Да, вот там у хозяйского домика лучше всего было. Так, повернись. Ну, да. Что и следовало ждать. Мне кажется, он там хорошенечко его кормит. Ух ты. Слушай, там прыгает прям хорошая рыба. В камышах, да, где-то? Да, нет, прям на месте. Ну, здесь будем, короче. Так, вот наш маячок. Прямо здесь самая интересная точка. Короче, середина. Среди всего озера. Здесь, кстати, ребят, сейчас появилась возможность такая. Скоро выйдет обновление. Можно будет посмотреть карту. То есть, если вы двигаетесь на лодке... Да, 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 да. Вот это посередине, смотрите, отлично у нас здесь. Можно... То есть, если вы двигались на лодке, сможете запомнить местонахождение, нажать запись, например, да. Вот, и он будет записывать, в каком моменте вы находили рыбу. То есть, с лодки крайне удобно. Ну, наверное, здесь мы сейчас и поплавок закормим. Так, меня только не убить. Ну, где-то вот, короче, сегодня вся рыба здесь, я так понимаю. Сейчас тут же моментально идет подключение. Переключим режим. То есть, с карты, ребят, можно будет удобно посмотреть, где вы последний раз ловили, нашли рыбу, тут же ставите точку. И с этого момента ловите это приложение. Скоро появится уже в App Store, в Play Market. Сможете уверенно скачать и пользоваться. Дождик пошел. Чумашка это в глаз лезет. Ну, тут более мелкая рыба уже, да. Оно, смотри, более-менее покрупнее пошло. Ну, я сейчас заброс был правее, правильно? То есть, вот по центру, если мы будем пробрасывать, еще правее. Ну, вот мы, когда маячок потеряли, там правее дальше камышей, вот и той лодки. Там рыбы не было. Ну, дай посмотрим. О, смотри, здесь на дне рыбы стоит. Кстати, это может быть, наверное, и карп, да? Там ползать. Слушай, ну да, Сань, здесь вот и вдоль, да, я смотрю, рыбы есть. Короче, здесь и поплавок мы сейчас, наверное, да, закормим береговой. Поплавок нужно вот так. Перед палаткой думаешь? Да. А мне кажется, здесь здесь больше всего было. Смотри-ка, резко поко прям здесь. Я хочу попасть вот на этот круговорот все-таки посмотреть, что там. А круговорот же вот тут где-то был. Не, вон палка торчит. Сейчас бросим круговорот, значит, посмотрим там. Слушай, ну и здесь около берега неплохо, прям под камышиком. Вот и два, давай немножко пойдем. Давайте, друзья, сейчас мы начнем заново кадр. Пойдем по камышам прогуляемся. Нам понравилось здесь одно интересное место. По центру экрана, обратите внимание, есть некий круговорот. И здесь что-то такое, какая-то есть аномалия дна. мы решили проверить, посмотреть, что же там такое интересное. И, возможно, там будет рыба. Весь день нам названивает. Друзья, если вы мне будете очередной раз звонить, я не возьму трубку, знаете, я на обзоре. Я на рыбалке, занимаюсь серьезными вещами. А, вот, подходим, да, круговоротов. Оп, оп, там что-то, видимо, труба какая-то. Да, там, видимо, что-то стоит. Там, видишь, видишь, возвышение какое. и около нее мелкая рыбка крутится. Ну, в принципе, это нормально. Давайте теперь вот напротив домика. Там очень много прям под лодкой. Вот где-то лодка стоит. даже я камер настрой. Да, там вот где лодка, там очень много рыбы было. Опять порвал. Я уже думал, опять тебе придется лодка. Слушай, большой опыт плавания на лодках. С одним веслом там одно весло. Да. Ты как в Венеции плыл. Ветер очень сильный еще. Ну, да, ты, например, сейчас можешь закинуть на карпа чуть правее на эту бровку где-то в районе полутора-двух метров. На два лучше надо бросать. Там он больше всего был рыбу сегодня. Да, да. С нашей точки к дому. Ну, все, друзья. Попробуем сегодня поймать рыбу. Александр сегодня будет нам показывать как правильно ее ловить. Вот, потому что я обычно езжу на судака. Вот. Мы вам все снимем, покажем, расскажем. Давайте попробуем вытащить его так. У нас первая поклевка как раз по центру, где мы и планировали ловить. Как там успехи, Александр? Я не буду. Что-то несерьезное, да? Да. Ну, теперь маленькая рыбка какая-то нам попалась. Ты сюда его вытаскивай. Зеркальный, по-моему, да? Ну, не крупный, но приятный. И червя. И червя взял. Симпатичный. Сейчас мы его, наверное, закоптим. Подтушим гречку немножко. Укрепляем настроение души. Мушкара долела. Да, мушкара нас сегодня замучила. Покажем спасаться. У нас сегодня отличная погода. Ветер пропал. Поставили загидушки. Ждем поклёвов небольшого зеркального карпика. Уже поймали. Надеемся на отличную рыбалку. Гречка с сосисками у нас будет. Лучший закусан. Приготовился маленький карпик наш. Давай, Саша, откроем его. Посмотрим, что у нас там. Отлично. Вот, отлично. Что там у нас получилось? Отлично. Слушай, он выглядит потрясающе, да? Сейчас попробуем. Друзья, у нас сегодня ночью были ещё поклёвки. Значит, снимать мне не удалось, потому что первую зорьку, так сказать, Александр у нас проспал. Вот. А потом, уже после где-то 8 часов, как он проснулся, спал я. Вот. Поэтому, результат какой сегодня у нас? Мы даже ловили я сегодня ночью на обычный спиннинг, на максимус. Мы планировали в районе домика хозяйства, да, где-то на серединке. Правые спиннинги ставили туда ближе к домику. А потом, когда начались, сейчас 3 утра, вот, в телевизоре все пищало, все звенело. Давайте, скажем, что мы все не понимаем. Субтитры сделал DimaTorzok с учетом того, что я рыбачил сегодня один, ночью, вот, днем мы поймали только одного, но время сейчас 12 часов дня. Практик нас, как всегда, выручил. Отдельное спасибо хотим сказать Александру, это хозяин данного водоема. Мы оставим его контакты под видео. Приезжайте на водоем, отдыхайте. Здесь есть съемные домики со всеми условиями. Но я считаю, что очень даже неплохо отдохнули. Подписывайтесь на канал, позже сниму видео, поставлю к себе на лодку уже Wi-Fi датчик, покажу, как можно прорезать глубины, как все это холод записывает, то есть рельеф на все это можно будет в проекте потом просматривать. Все об этом расскажу уже в следующем видео. Спасибо. Спасибо.